Итак, уважаемые зрители, гости данного канала, с вами Алвара, и я рад вас вновь поприветствовать. Сегодня мы наконец-то приступаем к нашей партии за варягов, а именно за ярла Рюрика Смутьяна, который в нашей партии не будет ограничиваться землями Руси, а использует свои новые владения в Хольмграде, или же Новгороде, нашим языком, дабы собрать свои дружины и двинуться на юг, в Средиземное море. В земли, что как нельзя лучше, подходят для грабежа. И именно на этих территориях мы сменим нашу асатрийскую веру на давно мертвое эллинское язычество и попробуем возродить Римскую империю. Вот такие вот у нас будут, скажем так, планы максимум на эту партию. Но особенности прохождения на этом не заканчиваются. Также в этой партии будут реализованы персонажи-зрители. Первые пять персонажей я уже ввел в игру, но остальные будут добавляться по ходу нашего прохождения. Благо, вы их предложили достаточно под соответствующим постом. На данный же момент среди дружины Рюрика можно встретить правителя Пскова, а Шенхарда Пепельного Сердца, великого полководца, который станет правой рукой своего ярла. Второй же из персонажей правит в себе же. Ольгер Крёвич далеко не самый разумный человек, однако обладающий выдающейся силой и стойкостью. Он станет фактически самым величайшим из воинов Рюрика, и на поле боя будет стоить десятка обычных рыцарей Запада. Торжок же будет принадлежать Рёгвальду Рёгвальдсану, пускай человеку не столь воинственному, но весьма вероломному, спокойному и выдержанному, а также умеющему подобающим образом распорядиться с награбленным добром дружины ярла, так что он займет у нас место нашего управляющего. Место же Тайного Советника будет отдано Хоризону из рода Хоризнайт, который также является весьма неплохим полководцем и весьма неплохим воином, так что будет наряду с интригами ввести некоторые части наших профессионалов в бой. Ну и последний из введенных персонажей, вождь Вянги, Хальстейн Тарт. Пускай он и не блещет военными навыками, тем не менее он отличный дипломат, ветеран Варежской гвардии, серый кардинал. Конечно же, Хальстейн был рожден, чтобы стать нашим канцлером. Вот такая вот братья будет сопровождать Рюрика в его походе. Сейчас же нашему персонажу 37 лет, и я хотел бы именно до смерти Рюрика обратиться в давно мертвую веру, эллинское язычество, однако сейчас нам это будет сделать достаточно тяжело. Это требует огромного количества благочестия, однако благодаря некоторым манипуляциям и дополнительным скидкам, мы сможем благополучно выполнить эту цель, а в дальнейшем и реформировать эллинизм, принеся в него особенности некоторые нашей асатрийской веры. Уже в данный момент из-за общности доктрин плюрализма, а также из-за особенности скандинавской культуры гибкие захватчики, у нас имеется скидка на принятие этой веры, но цена все равно кусается. Однако, насколько я помню, нам придется выбрать путь теологии, также пойти по ветке учености и взять достоинство еретик, которое даст нам скидку 75% на обращение в иную конфессию. Ну и в дальнейшем взять достоинство Пророк, которое также нам позволит дешевле реформировать эллинизм. Что же касается уже прокачанных достоинств, у Рюрика прокачанная ветка галантности, меня это не совсем устраивает, поэтому мы сбрасываем достоинства, выбираем прежде всего справедливую войну, дабы удешевить Казус Белли, и прокачиваем достоинство Машина Разрушения, дабы ускорить осады, и подножный корм, дабы иметь больше снабжения во время военных походов. Заодно возьмем организованный марш, достоинства Бей и Беги, ну и оставшиеся два навыка мы потратим на службу Корони, а также на открытие Удалого Лидера. Изначально я хотел сделать эту партию с глобальными модификациями, перестраивающими экономику данной игры, но модификации не обновились до сих пор. Поэтому мы будем играть с некоторыми более мелкими модами, а именно модом, который нам позволяет установить традиции нашего дома, ну и думаю, в этой партии мы будем играть через традицию силы, которая увеличивает естественный ужас, дает за уровень репутации дипломатию и военные навыки, пускай уменьшает мнение вассалов, но тем не менее, с этим мы как-нибудь справимся. Теперь же, что до нашего похода? На прямую, да, кальяре мы добраться не можем, поскольку эти земли слишком отдалены и недоступны. Так что изначально мы устроим рейды на Балтийское побережье против более слабых правителей, завоюем одно графство, да, здесь нам одного графства будет достаточно, ну и далее завоюем земли в Англии, завоюем земли в Британии, либо же в Испании, и дотянемся до кальяре. К слову, почему нам так нужна Британия? Потому что здесь находится Стоунхенш, который также удешевит обращение в иную конфессию на 20%, поэтому данные земли мы тоже обязаны захватить. Имеющийся же у нас престиж, мы потратим прежде всего на создание отрядов профессионалов, варяжских ветеранов, пополним их ряды, и также пополним количество вигманов, ну и разумеется, разместим их в наших владениях. Хольмгард станет домом для отрядов ветеранов, далее для отрядов вигманов у нас станет домом руса, ну и копейщики разместятся в провинции Тихвин. Из изброшенных достоинств мы получаем нервный срыв, однако это нам даже на руку, поскольку у нас появляется возможность получить хорошую форму, замечательно. Войска наши мы собираем и выдвигаем их прямиком в земли наших врагов. Сопротивление в этих землях мы, конечно же, не встретим, но на всякий случай будем сражаться аккуратно, терять как можно меньше всего бойцов, потому что, потому что, как только мы завоюем те же самые земли Кольяре, на нас могут напасть итальянцы, на нас может напасть папа-римски, на нас могут напасть мусульманий, пускай на данный момент все они, можно так сказать, слабее нас, но кто знает, что может произойти, пока мы туда направляемся. Мы же с легкостью берем Аркону, получаем 15 золотых за захват провинции, ну и заодно навязываем требования, а также, думаю, возьмем наследника нашего противника, заложники. Посмотрим, что мы с ним сможем сделать и какие действия сможем предпринять Аркону же. Поскольку мы не будем реформировать славянское язычество, я просто отдам какому-нибудь скандинавскому феодалу, чтобы потом за кадром передать эти земли уже другому предложенному вами персонажу. Какие же дела у нас происходят в Англии? У Эссекс сражается против потомков Рагнара Латброка, и, как я посмотрю, скорее проигрывает, нежели выигрывает. У Этельберда армия не так уж и велика, его брат Альфред, который, вероятнее всего, уже скоро станет новым правителем Эссекса, пока что еще является лишь вассалом своего Сюзерена. Давайте-ка мы нападем именно сейчас на наших врагов. Хорошо бы нам было, конечно, завоевать герцогство, но нам не хватает престижа. Поэтому мы будем завоевывать графство, нам не хватает престижа и здесь. В таком случае мы, думаю, воздвигнем рунный камень в честь завоеванной нами земли. Новгород будет отличным местом. Получаем так необходимый нам престиж, ну и, собственно, теперь объявляем войну за соседствующую со Стоунхенджем провинцию, так как Стоунхендж мы за одну войну завоевать не сможем. Гемшир, вперед! Именно столицу сейчас мы и будем завоевывать. В этом походе Рюрик самолично возглавит свою армию, но как только дело дойдет до осад и грабежа, мы передадим командование Эльверу, военному инженеру, и он очень быстро захватит для нас любую крепость. Высадка прошла успешно, мы побеждаем наших врагов под командованием Лоя, ему на помощь идет две с лишним тысячи бойцов, они вступают в сражение, но мы побеждаем раньше. К нам прибывает наш заложник, Карл. Хорошо, договор заключен, он теперь находится у нас при дворе. Что же касается предстоящей битвы, у нас больше солдат, однако противник получит бонусы за лес, мы недавно устроили высадку, поэтому имеем минусы, и у них более серьезное противодействие. Разумеется, от сражения мы убежать никуда не можем, поэтому занимаем оборонительную позицию, и сражаемся против самого Альфреда. И, судя по всему, мы побеждаем. Правда, о, Кривич, Кривич убивает одного из рыцарей наших противников, чудесно, и Эльвер убивает самого Альфреда. Все, это окончательная победа над силами Уэссекса. Ну и тем самым, мы переломили ход истории. Альфред мертв, Этальберт не сможет противостоять потомкам Рагнара Ладброка, но и мы в дальнейшем, как только перемирие закончится, благополучно завоюем все необходимые нам территории, и по факту создадим свой собственный, скажем так, новгородский плацдарм в Англии. Так, я не совсем понял. У Уэссекса закончилась война против викингов, при этом осталась война против нас, их армия. 1700 бойцов сейчас находятся в Кенте, восточная же Англия осталась под контролем англосаксов? Какого черта? Ну и Йорвик, Йорвик, судя по всему, завоевал территории. Да, слишком много земель. Ну и дабы скребить наш будущий союз, давай-ка, мой друг, мы устроим большую свадьбу для нашего сына, Хельге Вещевой, или же Олега, который исповедует славянское язычество, это нужно будет переделать, и твоей, как я посмотрю, дочери Саги, которая тоже является понятливой женщиной. Чудесно, чудесно. Мы получаем сильного союзника и опору для наших дальнейших завоеваний. Отправляем предложение. Так, и мой мальчик, пожалуйста, пока что перекрещивайся в скандинавское язычество, славянское тебе не к лицу. Великодушный Ярл Рюрик, я с радостью принимаю ваше предложение о помолвке. Ваш сын и наследник Хельги, и моя дочь Сага, соединятся в священном союзе. Да обретут они силу и поддержку в своем союзе. Я тоже жду, когда же пройдет большая свадьба. Постарайтесь меня не разочаровать. Конечно же, не разочаруем. Свадьба в Хольмгарде будет поистине масштабной. Нам стоит только завершить текущую войну, хотя подготовку можно начать уже сейчас. Благо, золото у нас для этого есть, но я думаю, нет. Мы все-таки отложим ее на окончание войны. Скажем так, отпразднуем нашу победу, ну и помолвку. У нас же тем временем рождается еще один сын, Будли. Хорошо, давай-ка мы тебя так и будем называть. Ну и думаю, тебя мы будем, конечно же, воспитывать лично. Ну и заодно проверим особенности нового дополнения. Что же оно нам преподносит? Наша же война завершается. Гэмпши мы завоевали. Заложники взять никого не можем, поэтому просто навязываем требования. Конечно, Винчестер. Я бы мог оставить себе это как-никак феодальная провинция, но здесь 8 развития, контроль никакой, культура не наша, религия тоже, поэтому тоже отдаем скандинавской знати, распускаем войска, ну и наконец-то готовим нашу свадьбу. Планируем мероприятие, устраиваем большую свадьбу, она у нас будет происходить в Новгороде. Супруги выбраны, караванчик нам по факту не нужен, поскольку это наша столица. Ну и что касается увеселений, думаю мы оставим все на среднем уровне, поскольку золото нам пригодится на наемников. Война прежде всего. Цель уже останется отдых. Наш же союзник параллельно приглашает нас на войну, мы, так и быть, принимаем это приглашение. Ну и несмотря на все это, разумеется, подготовка будет идти полным ходом, и так как у нас все равно назрела война, в мире нам побыть не удастся, давайте-ка мы направим наших полководцев просто куда-нибудь в бой. Те же самые земли Кальяри, мы до вас дотягиваемся? Нет, мы до вас не дотягиваемся, какая жалость. Придется все-таки завоевывать либо Британь, либо Испанские земли. Ну-ка, Леон, 993 человека. Хастейн, 3385. Нет, слишком, слишком много. А что если, что если те же самые земли андалузских правителей? На них, если взглянуть, до них мы дотягиваемся, но из-за свадьбы мы лично объявлять войну не можем, поэтому все-таки ждем. Ну а наши союзники, пускай гоняют принцев Уэльса по всему этому самому Уэльсу. По горам, по склонам, ну и они победят. Даже и без нас. Соотношение сил 6800 против двух с небольшим. Я думаю, комментарий здесь излишни. По итогу, свадебная церемония начинается. Мы ждем ее с нетерпением. Свершилось. Наконец-то этот день настал. Мой Хельги такой чудесный жених. Мы, разумеется, так гордимся нашим сыном и наследником. Церемония проходит без сучка и задоринки. Однако радость от того, насколько гладко все идет, быстро сменяется ошеломлением. Кто-то словно меня сглазил. Сага вдруг застыла на месте, совершенно позабыв, что нужно делать дальше. Но, разумеется, благодаря нашему навыку дипломатии мы благополучно ситуацию обращаем в нашу пользу. Церемония наконец-то подошла к кульминации. Все обряды выполнены. Осталось только принести клятвы. Дать согласие на брак и закрепить его официально. Как только Хельги и Сага произносят «да», толпа начинает бурно ликовать. На наших глазах начинается новый этап жизни двух супругов. Как же это волнительно. Брак наконец заключен и все переходит непосредственно к празднованию. Череда блюд сменяет друг друга, а мой маршал, вождь Ашенхард, говорит безумолку. Очевидно, гибкая военная стратегия для него захватывающая тема. Вот так мы и вылезли из этой передряги. Вам не наскучил мой разговор, мой господин? Мы, разумеется, позволяем ему продолжать, поддерживая интересную беседу. По гостям видно, что они уже насытились и устали. Однако объявлять об окончании празднования еще рано. Я наскорую руку собираю праздничную процессию, которая торжественно сопровождает молодоженов к спальне. Пусть они отметят этот славный день наедине, а всем остальным еще по бокалу. Новобрачные уединяются в спальне, а веселье в пиршественном зале только начинается. Слуги разжигают жаровни, кубки пенятся, а музыканты продолжают играть. Часы пролетают незаметно. И вот я сижу, уставившись, осоловелыми глазами в бокал, а предо мной развалился Ярл Хальвден, отец невесты. Он иступленно кашляет. Так бывает, когда медовуха попала не в то горло. Судя по всему, он перебрал куда больше, чем мы. Но всему рано или поздно приходится закончиться. В воздухе словно до сих пор висит чей-то заливистый смех. Мы благодарим всех, кто прибыл, улучшаем отношения, получаем много престижа, немного золота и, собственно, получаем наконец-то официально нашего союзника. Теперь же престижа нам хватит еще не на одну войну, и у нас появляется возможность открыть наследие династии. Разумеется, они здесь тоже переделаны благодаря моду, ну и как же мы можем пойти иначе, кроме как по ветке войны. Разблокируем первое достоинство, оно увеличивает военное дело на 2, и увеличивает размер нашего ополчения на 10%. Разблокируем его, и дальше будет достоинство Зов Овец, увеличивающее максимальное количество профессионалов и вклад ополчения с вассалов. Ну и в общем-то, у нас уже почти что хватает престижа для того, чтобы объявлять войну за герцогство, так что попробуем завоевать графа Олова, он владеет только одним графством, ну и надеюсь уже дотянемся до кальяри и просто за 2 войны завоюем полностью остров. Ну а престиж мы пустим на увеличение нашего авторитета в племени. Победа же разумеется нашим армиям вновь дастся довольно легко, слава о нас идет по всей земле чудесно, мы захватили вражеского бойца, ну и просто осаждаем графство. И вы посмотрите, Хейстейн умер, отчего интересно? Умер из-за небрежности, которую допустил лекарь. Какая прелесть. Ладно, Монтегю мы значит тоже завоюем. Стой, 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 стоп. И у нас кого-то убили. Кто это? Черт, убили нашего управляющего. Реогвальд! Только не говори то, что ты умер в бою Монтегю. И у тебя к власти пришла твоя малолетняя дочка. Ей два года, предводительница Герт. А ведь от начала партии прошло буквально четыре года. Оперативно ничего не скажешь. Но сейчас это не главное. Нашу войну мы завершаем, требуем конечно же заложника, куда же без этого, и навязываем требования, а мы не можем. А почему? А потому что наш враг перестанет быть правителем, поэтому мы отменяем требования о заложниках, завоевываем Брест, и я думаю выдаем его Эльверу, который командовал войсками в Англии, и возможно он станет каким-нибудь из новых персонажей. В конце концов он неплох, неплох, определенно, так что делаем его тоже интересным. Ну и малоуважаемый Рагнар, за вами мы тоже идем, не беспокойтесь, Монтегю мы также возьмем штурмом, и отомстим за нашего покойного управляющего. Слово о войнах мы, да, мы все, дотягиваемся до кальяри, поэтому андалузские земли можно будет не завоевывать. И какого черта здесь делают французы вместе с бретонцами, скажите мне на милость? А, и вообще, судя по всему, этот бой с французами мы проиграем. Так, нужно уходить как можно скорее, просто уходим, 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 сколько бы там наши воители не наносили увечья, эту войну 800 человек, с другой стороны французы потеряли тысячу. Ладно, как я посмотрю, это северяне решили устроить вторжение в Нормандию, пригласили Рагнара, который теперь бок о бок с северянами сражается с одной стороны против новгородцев в нашем лице, с другой стороны против западной Франкии, Византии, ну и ряда мелких герцогов, ну как мелких, малого королевства где-то в Шотландии, ну и британского короля. Ладно, хорошо, мы не гордые, мы просто переждем, пока наши враги переубивают друг друга, ну а дальше самостоятельно ренемся в бой, параллельно увеличивая количество профессионалов в наших армиях. Так, ну все, как я вижу, Олаф Чужой находится в тюрьме, с Франками мы больше не воюем и воюем только с Монтегю. Все, собираем вновь армии и вновь выдвигаемся на эту проклятую крепость. Не, ну со второго-то раза нам никто не помешает и она абсолютно точно должна пасть. Ну и собственно так и происходит, хотя счет только 55%, а почему? У мальчика же... А, у мальчика еще одно владение, а где, извините меня? В Англии? Милый мой, а как ты его там получил? Хотя, впрочем, неважно. Главная цель войны мы завоевали, наш враг ее не отвоюет, мы... Как мы вступили в сражение с Бретанью? Скажите мне, пожалуйста, вы что там, опять что-то начали? Опять какое-то движение? В этот раз движение начал его величество король Заламон Стар. Жаль, жаль, так как это священная война, он явно далее пойдет сражаться против нас, так что, пожалуй, британские войска мы тоже по пути разобьем, заодно в дальнейшем призовем на помощь нашего союзника, ну и с франками нам, конечно же, придется справиться. Также у нашего сына рождается еще один ребенок, наш внук, его мы назовем, пожалуй, Сигурдом. Да, прекрасное имя. Французы же тем временем пытаются Монтегю отбить, тем не менее, они отступают назад, потому что во Франции началось восстание, война за свободу, но у повстанцев шансов мало, так как на стране Карла Второго Лысого сражается сам Базилевс Византии, но с другой стороны, где войска Базилевса, а где франкские бароны, которые уже мечтают взять штурмом Париж, и возможно, у них это даже получится. Так, у нашего же врага 500 бойцов, за счет этих, несомненно, отважных воинов, он явно не сможет освободить свою столицу, поэтому наши войска мы просто распускаем, но за него это сделают бретонцы, или британцы, не суть. Мы поступим хитрее, мы просто оу, какая прелесть. Вы специально завоевали для нас всю Сардинию, чтобы мы могли ее отвоевать за одну войну. Я так вам благодарен, Архонт Гублин. Вы окажете новгородским варягам неоценимую услугу. Так что, мы объявляем войну сразу же за все ваши земли. Ну и параллельно, пока наши армии вновь собираются, мы расправимся еще и с вот этим вот недоразумением. И это недоразумение все-таки завоевывает земли Монтегю. С одной стороны, конечно, можно было бы попытаться отвоевать эти земли, но к черту, сражаться еще с королем западных франков, не, спасибо. У нас есть более лучшие варианты, поэтому война заканчивается просто белым миром. Бретонь мы еще потом завоюем, мы заставим их пожалеть, мы захватим полностью их королевство и изгоним их с этой земли. Но это будет потом. Сейчас наш путь лежит на Сардинию. Собственно, до Сардинии мы благополучно добираемся, Рюрика ставим командовать атакой, ну и сходу разбиваем незначительное воинство Архонта, берем самого Архонта в плен, выдвигаем требования по миру, берем никого мы не берем, это мы пропускаем и просто завоевываем все земли. Получаем свое распоряжение Кальяри, Аристана, Тартоли, ну и их мы переименуем, опять же, потом. А также получаем нелояльного вассала, графа Ардзоку. С ним мы разберемся несколько позже. Кальяри, я думаю, и станет нашей основной базой на какое-то время, в дальнейшем мы попытаемся завоевать Рим, так что наши земли в Новгороде мы будем раздавать. Разумеется, пускай Ашенхард восстанавливает контроль в этих провинциях. У нас же наконец-то хватает очков опыта, чтобы открыть достоинство еретик, ну и давайте посмотрим, сколько нам необходимо благочестия теперь для того, чтобы обратиться вэллинское язычество. Но тут ведь должно было быть побольше, насколько я помню. Конечно, достоинство еретик дает нам скидку 75%, но это как-то слишком много, там было сколько, 1060, 1020, я не помню. Но тем не менее, что имеем, то имеем. Сейчас нам только не хватает по факту завоевать какой-нибудь тот же самый Стоунхендж, и все, в наших руках уже сейчас возможность обратиться. К слову, Стоунхендж мы можем завоевать. С другой стороны, мы можем получить благочестие за счет битв. Поэтому, почему бы нам, ну, я не знаю, не совершить небольшой тур в Рим, навестить его святейшество, папу римского Анастасия Третьего? Возможно, он нам, скажем так, не обрадуется. Однако, кого это волнует? Мы объявляем войну, папа римский должен будет на нас напасть первым, я так думаю, но даже если не нападет, то нападем первыми мы. Разумеется, в эту войну мы приглашаем нашего союзника, ну и поскольку у нас есть сын еще один Будли, мы ему тоже устраиваем помолвку с сильным союзником, к примеру, теми же самыми Адьярми. Большую свадьбу в этот раз мы организовывать не будем, ну и у нас еще родилась дочка Ильяна, ну и ей мы тоже подыскиваем подходящую пару. А я и не посмотрел, мы заключили союз с Диром Чужим из династии Аскольд, правителем Киева, ну а мы на всякий случай еще наймем псковские отряды тяжелых пехотинцев, дабы они стали ударной силой нашей армии. 11 тысяч против двух, возможно я конечно погорячился, но мало ли, это же папа римский, ему может прийти не значай небольшое подношение пару тысяч золотых, он наберет на это подношение пару тысяч наемников, и эта война превратится в бесконечную гонку, мы нанимаем наемников, он нанимает наемников, мы нанимаем наемников, он нанимает наемников, и так без конца. Ну что ж, наши союзники разберутся с папской гвардией, пока мы спокойно тебе занимаемся осадой приграничных Риму провинций. Хотя главная цель моя была накопить благочестие за счет сражений, поэтому наверное наши союзники все-таки больше вредят, чем помогают, но об этом уже излишне поздно сожалеть. А там сто процентов заложников потребовать не можем, а жаль, ну и папу римского мы тоже не пленели, да если бы пленели, это бы скорее сделали наши союзники, так что просто навязываем требованиям, отлично, Рим захвачен. Это великий триумф Рюрика и его вряг, но знаете, я сейчас только что кажись понял одну простую вещь, мы же приблизили эпоху крестовых походов, я не помню так ли это точно работает, но по-моему сейчас у нас неловко вышло, как-то это я упустил из вида, Рим, город Святого Петра и сам папский престол пали в руки неверных, в ответ на это папа в изгнании, его святейшество Анастасий объявил о намерении созвать союз христианских владык с целью отвоевать вечный город, это может положить начало невиданному натиску христианских держав. Тюр, защити нас, ооооо, какой кошмар, какой ужас, и если еще сейчас крестовый поход объявят на нас, на земли Хольмгарда, дабы отвоевать Рим, у нас будут огромные проблемы, да, конечно, у нас есть союзник Венгр, у нас есть союзник Киев, ну и конечно же наши друзья из Йорвика, куда же без них, но даже их помощи не хватит, чтобы защитить эти земли, но, но, даже если мы их потеряем, самое главное, мы завоевали и разграбили Рим, поэтому в честь этого мы возводим древний камень, и он будет стоять в Риме, как напоминание о нашей великой победе, и Рим станет нашей новой столицей, потом, в будущем, так, а что касается благочестия, что касается благочестия, Рюрику, нашему дорогому, сейчас 47 лет, у него неплохое здоровье, мы можем отправиться в паломничество, можем отправиться в паломничество, давайте-ка мы это и сделаем, оно будет благочестивым, подтвердить, ну и куда бы нам направиться, да хотя бы в тот же самый Киев, заодно навестить нашего союзника, и наладить дипломатические связи, хотя благочестия в награду 50%, ну-ка, тот же самый Уплант 50%, а Падоброн 150%, а Норд Райдин тоже 150%, тогда мы отправляемся в Йорвик к другому нашему союзнику, нанимаем подходящего караванщика Игмара назначить, и выбираем опытных капитанов, а так же наемную стражу для более безопасного странствия из Новгорода. Чудны дела ваши боги, вот я и на месте, телом и душой, храм возвышается предо мной во всем своем великолепии, а вокруг Норд Райдинг. Хавгоди благословляет меня, нам удалось проделать весь этот путь, ну и мы стали ближе к нашим богам. Наше пребывание в этом священном месте близится к концу, пусть я и не самый набожный из паломников, но я доказал свою преданность, и не раз, всеотец может не сомневаться во мне, это мое первое паломничество, конечно, каждое паломничество по-своему уникально, но теперь я буду лучше знать, чего стоит ожидать от таких духовных странствий в будущем. прекрасно, но нам пора вдвигаться домой, мы получили тысячу благочестия вместе с нами, к слову, направлялся в это странствие наш сын и наш придворный, но и в общем-то, мы возвращаемся наконец домой, и у нас уже фактически сейчас хватает благочестия для того, чтобы обратиться в новую конфессию, и самое главное, что почти все наши вассалы последуют нашему примеру, за исключением какого-то мелкого мэра Вости, ну и графа Ардзоку, мы принимаем данное решение. После решения обратиться в Ленизм, по моей просьбе ко двору прибывает Фламин и проводит обряды. На кону моя бессмертная душа, и я могу лишь молиться, чтобы это решение было правильным. Да здравствует Зевс, лучше и не скажешь. Итак, мы официально приняли эллинизм. Теперь же нам остается официально отделить нашу культуру, официально, судя по всему, пережить первый крестовый поход, который с неиллюзорным и немаленьким шансом будет именно в Рим, ибо я сомневаюсь, ну, что Папа Римский объявит о крестовом походе в земли Иерусалима, но он же не совсем, да, я верю, он не совсем такой. Ну и собственно, мне заодно на все завоеванные нами земли нужно рассадить нужных персонажей, да, это обязательно. Но что касается тех персонажей, которых я уже ввел, давайте посмотрим, что с ними стало. Итак, Ашенхарт Пепельное Сердце поддерживает нас во всех наших начинаниях, был полководцем почти что в каждой нашей войне, получил, насколько я вижу, свойства командира Закленный воин, прокачал навык кураторства и стал начинающим маршалом. В дальнейшем он разовьет этот навык, я в него верю. У него также родились две дочери. Ольгер, что же до тебя, мой дорогой, ты, конечно же, прекрасен своей доблести, но, но повлиял пока что на партию меньше, чем я рассчитывал. На самом деле, я только сейчас понял, тебя нужно было делать не вождем себе же. Тебя нужно было делать нашим телохранителем и возможно во время сражений во время сражений ты бы проявил себя. Да. Ну, а пока что у тебя родилась лишь одна дочь. Предводительница же Гёрд, дочь Рёгвальта, растет. И наконец-то сыновья, сыновья у Хоризона, который стал Берсерком, потерял глаз, но и получил ранение. У него сейчас неплохое здоровье, надеюсь, в ближайшее время он не умрет, но даже если это, к сожалению, случится, то у него есть достойные наследники, которые, которые, между прочим, путешествуют по окрестным землям. Ну и Хальстейн, начинающий канцлер, патриарх своего рода, обзавелся женой и обзавелся двумя дочерями. Интересно, у нас как-то слишком много пока что в партии у персонажей дочерей. Ну, надеюсь, не вымрут. Надеюсь, не вымрут. Да, а на этой ноте первая серия нашей партии подходит к своему завершению. Если у вас есть идеи по ее дальнейшему развитию, предлагайте их в комментарии, ну и оценивайте видео, вступайте в группу ВКонтакте и присоединяйтесь к серверу Дискорд. На этом же я с вами прощаюсь. До скорых встреч и до свидания.